Ребята, всем привет! С вами Машка Скалова и... Бонжорно, я гид, африканец. Судя по названию, вы уже поняли, что мы находимся в Кении. Субтитры создавал DimaTorzok Рассказываю, что нас ждет. Мы прилетели в Кению на 10 дней вместе с нашими друзьями Валиной и Даней, которые спят в своем номере. Первый день мы просто отсыпаемся в Найроби, и завтра на местных авиалиниях мы улетаем в город, я не знаю, который называется Масаймар. Там у нас будет два дня, сафари и какая-то тусовка на той местности. После этого мы поедем в отель, номер, в котором мы ждали почти 3 месяца. Самый популярный отель в мире – Жираф Монор. Место, куда на завтрак к тебе приходят жирафы. Это моя прям была большая-большая мечта. Потом у нас будет еще поездка на побережье, и там у нас уже будет расслабон и чилл, и отдых у моря. В общем, за 10 дней нас ожидает 8 перелетов, два из которых мы уже сделали. Видели бы вы лицо Славы за кадром, вы бы разделили с ним его эмоции, потому что он летать не любит, это слово совсем. В общем, сегодня мы отдыхаем, а завтра начинается прямо-таки наше большое путешествие. Собственно, пришло время познакомить вас с нашим гидом. Это Станислава. Куда мы летим? Мы летим в национальный парк Масаймара. Мы находимся в Кении. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Все. Сейчас нас ждет перелет на местном самолетике, и уже вечером мы увидим первых животных. Мы приехали в аэропорт, и он выглядит вот так. Ты понимаешь, что ты в аэропорту уже? Я вообще не понимаю, и меня это очень смущает. Вот. Ну, это вообще не похоже на аэропорт, то есть это куча каких-то зданий. И сейчас мы пойдем, видимо, вот туда, и там уже взлетная полоса. Это рейсовый самолет, то есть он в расписании этого аэропорта. Он всего на 12 человек. Интересно, кто будет нашими соседями. Присеть нам сейчас дома с Наймара. Собственно, вот и весь аэропорт. И вот самолеты, на которых мы сейчас полетим. Ну что? Я его максимально ставил, стало я, бьет. Да. Это очень необычно. Это пропевно. Идите сюда, ребят. Слушайте, ну, первый перевет прошел успешно. Чуть-чуть потели ладошки, но в целом ничего. Мы в салане. Сейчас мы грузимся в машинке и едем в первый лодж, в котором мы будем жить. Лодж это как, как это сказать, такое... На вкус не ставил. Короче, должен признаться, максимально необычное чувство. Обычно, когда прилетаешь на отдых, типа, ну, прилетел. Прилетел, типа, ладно. Знаешь, что тебя ждет. За знакомство и за удачное сафари. Очень вкусно. Мы просто ехали в гостиницу, и тут уже сразу первый живот. Это зебра. Реально, какая у него гриба. Кис-кис, бум-бум. Кис-кис, бум-бум. Кис-кис, бум-бум. Вау. Вау. Смотри, как красиво. С ума сойти. Вот это да. Мы заселяемся в номер, а после этого мы идем на ланч, и после этого мы едем на сафари. Нам сказали, что возможно. У нас даже получится сегодня ночное сафари. Я слабо представляю, как это выглядит, но нам сказали, что там будет фонарь, который будет подсвечивать животных. Но мы уже увидели довольно много, просто попустили же в отель. Если честно, пока мозг не сильно, как бы у меня сопоставляет реально с тем, что я вижу. Что? 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 Реально? Реально? Что за прикол? Что? Что? Пожалуйста. Все смотрим. Тут сейф, унитаз. И... Вау. Это душ. И еще один душ на улице. И ванная. Я не понимаю. Если честно, то такое я вижу впервые. Ну, то есть я как искушенный путешественник, я такое даже себе представить не могла. Потому что прямо из нашего... Боже! Прямо из нашего... Видно всех животных. Я не знаю, видно на камере или нет. Посмотрите, там у нас бляют жирафы, пумбы, зебры. Вот так выглядит наш номер. Это палатка, которая закрывается на ночь. Здесь есть кнопка emergency на случай, если вдруг что-то случится. Такая здесь у нас ванная комната, туалет. То есть, по сути, ты под открытым небом находишься. Но это все занавешивается и становится большой закрытой палаткой. Здесь у нас один душ. И здесь душ под открытым небом. джакузи. Если честно, то это просто безумие какое-то. Обалдеть. Обалдеть. С ума сойти. Ощущения, честно говоря, непередаваемые, потому что мы с ужина шли уже в нашу палатку в сопровождении Масай. Ходить по территории отеля самостоятельно запрещено, потому что никаких ограждений нет. То есть, дикие животные могут быть абсолютно везде. В связи с этим ты хочешь только сопровождение. В нашем номере есть кнопка для вызова помощи в случае, если на нас кто-нибудь нападет. Вот. Честное ощущение странное, потому что мы, по сути, в большой палатке. Вокруг куча звуков. То есть, мы лежим и с регулярностью раз в несколько минут мы слышим, как где-то кричит гиена. Вот так. И это, конечно, очень интересно. Расскажи о своих впечатлениях за первый день. Очень фантастические ощущения. Да? Да. Когда вот, если кто-то из вас подписан на какие-нибудь странички в инстаграме, например, там, наша планета или там необычные места, и вы видите, вот, где-нибудь фотографии, там, не знаю, отель на дереве, или где там какие-нибудь видосы, где чувак там просыпается, у него там кофе в постели, и за окном у него океан, например, сразу, или там, ну, не знаю, в общем, если вы подписаны, вы понимаете, о чем я говорю, самые необычные места на нашей планете, то вот это место точно относится к таким местам, где можно точно сойти с ума, сойти с ума, да, и попасть в этот инстаграм, потому что, когда смотришься на картинке, думаешь, блин, как красиво, прикольно, когда ты реально попадаешь в этот мир, ты вообще просто шокирован. Еще прикольно, что ни одна камера или фото, на самом деле, не передает вообще все ощущения. Ну да, потому что ты же не чувствуешь запахов, звуков, всего этого антуража, картинка не придет от глубины того пространства, которое ты видишь, и горизонта вот этой вот широты, угла обзора. Ну, в общем, это круто, и путешествие, мне кажется, это то, ради чего стоит жить, зарабатывать деньги, и то, на что их реально стоит тратить. Вот никогда не экономьте на путешествиях, это мой совет, но только разумно. Это не значит, что нужно ездить в какие-то супер шикарные, там, роскошные отели, нет, но круто забираться в отдаленные уголки планеты, это реально стоит таких денег, потому что эти эмоции, но это ни с чем не сравнимо, ни какая-то дорогая сумка, тачка, мне кажется, в жизни вам не подарит вот чего-то такого. Скажи. Скажи. Говорю. Я пошел геемче искать. Вот, так что мы отправляемся спать, спокойной ночи, завтра мы встанем в 5 утра, и едем навстречу оставшейся нашей членом пятерки. У нас остался еще леопард, гепард, леопард, гепард, леопард, леопард, носорог, и и эх, и эх, лев. Вот, все, спокойной ночи. Бо, у нас ночи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. Что там у нас сегодня на завтра? Хорошо, хорошо. Приехали в Масаймара National Reserve. Есть, короче, национальные парки, а есть на национальные заповедники, потому что национальный заповедник, он, короче, не камера на меня, я не могу. Короче, национальный заповедник, в отличие от национального парка, просто меньше принадлежит государству, потому что есть здесь организация KWS, Kenya Wildlife Services, и они смотрят за тем, то есть, дороги были хорошие в парках, чтобы в парке были, там, не знаю, какие-то кипсайты, где можно там пообедать, позавтракать, где можно остановиться, какие-то туалеты, а в National Reserve, то есть национальном заповеднике, это значит, что от региона, не от федерального государства, а именно от региона. Вот как сходить в туалет, если надо? А там нет дверей, то есть что? Тут вообще нет туалета. А, тут? Да. А, ну я спросила, кто же у Данечки, говорю, если я вот хочу покакать, что мне делать? Он говорит, ну покакаешь в саванне. Мне тоже Слава сказала, он говорит, что ты вспомнишь, зачем я тебя учила. Короче, прошла информация, что есть носороги, на них нужно ехать, немножко сделать большой круг, либо сейчас походу туда выдвигают, там носорог с детенышем, но это стоит того, потому что это кто? Большая пятерка. Дорогие друзья, это наш третий из большой пятерки, причем самый, наверное, рарный. Сказать, что я... ничего не скажу. Как это было страшно, ребята, он был просто на расстоянии вытянутой. Руки! В общем, честно говоря, ощущения очень смешанные. Как тебе? Не было стремно. Не было стремно? Не, мне не было стремно реально. Не, на правду, мне было прям необычно. Слушай, ну я в моменте, ну типа... Типа я не боялся реально. Я в моменте просто даже, типа ты ни о чем не думаешь, ты просто, мне кажется, инстинктивно, у тебя организм такой, типа, ну все, адьес. Еще смеяться очень сильно хотелось, но от того, что... Ну это стрессовое такое. И мы остановились на завтрак, прямо посреди саванны, вот нам накрывают стол, и мы прямо здесь будем есть. И где-то совсем рядом с нами львы. Вот. Мы увидели уже четырех представителей из большой пятерки, остался только леопард. И тогда будет пять. Ну это круто, мы удачно съездили, да? Отлично съездили, офигенное утро, просто то, что нужно. Ну мне кажется, и прям довольно быстро, по сути-то, что за три часа мы почти всех увидели. Ну это еще только начало дня. Да. Муж мой вот, смотрите. Это как выглядит завтрак саванне, смотрите. Все, нас готовили в отельчике и привезли с собой. Вот и там летики. Знаешь, если Лёва сейчас придет тоже на брекфаст, мы поделимся. Там вдалеке бегают газельки. Все готовы? Да. Да, капитан. С ума сойти. Смотри, Машина вызвала машину. Как надо было. Не, вот это вот может быть как раз самец. Это как раз самец, да. А тут, ну посмотри на его бивни, а посмотри на бивни самки вот там, которая с детьми стоит. Они у нее больше. Напоминаем за тем, как две гиены едят землю. Стрелища, очень захватывающая, если честно. У нас припал в лоджии, в котором мы не живем, но мы приехали на экскурсию. Здесь нас напоят, и мы сходим здесь в туалет. Приличный туалет. Смотрите на этот стол. Очень красиво. Очень красивый. Мне даже книгу написали про стол. А он из цельной? Вау. Ой, здесь у них река прям. А сюда может кто-то приплыть? Все время сюда кто-то приплывает. Представляете, вы можете вот здесь в бассейне купаться, а у тебя вот здесь прям бегемот сидит. Ой, вот здесь, вот правда, я бы со слабой не смогла жить в этом номере. Не смогла бы покакать? Нет. А пописить? Тоже сомнительно. А, ну тут типа шторка. Понятно. Попробуй все. А у нас подъехали? Попробуй! Едем дальше? Да. Бесконечность не предел. Уровень усталости. Я немножечко так, шестерка с половинкой, да. Я сделал все свои дела, здесь у меня свежий. Ух, на самом деле, я устала. Это стоп-отомление. Да. Да, да. От эмоций, от смены погоды, от постоянного ветра в лицо. Но мы не остаемся официально. И едем дальше. Дорогие друзья, мы уже 5 минут находимся около Львов и ждем, пока не будут делать. Чпохан-мохан. Я не готов это смотреть. Я не готов это смотреть. Это чисто я. Дорогие друзья, мы только что видели 18+. Слушайте, ну многие наши друзья ездили на сафари, но так, чтобы увидеть всех, увидеть, как едят зебру и как еще и занимаются сексом. Левцы, львинцы, это просто безумие. Это, между прочим, все сделала Станислава. Вот, что значит, хороший гид. Просто валят кого-то. Мы приехали к воде, и тут, кажется, есть крокодилы. Но после того, как мы видели львиный секс, уже, мне кажется, нас ничего не удивит. Вот, я вижу крокодила. Вот, смотри. Крокодил? Да. Вот, залазь. Вот, видишь, сейчас ходит. Вот, 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 он поплыл. Картина масла называется. Один в поле не воин, как говорится. Дорогие друзья, сейчас мы можем наблюдать один уникальную картину и на улице обезьяны, и в машине обезьяна. Хорошая картина. Что же делать? Красиво. Все сафари мы быстро заехали в номер, сходили в душ, чуть перекусили, и бегом на сенсет. Тут нам разрыгли костерок, лобное место, и сейчас мы будем встречать закат, но его, конечно, не будет прямо в таком розово-красном красивом цвете, потому что облачно. Но, тем не менее, очень атмосферно. Слава! Если честно, то нет сил вообще не говорить ничего, потому что день был настолько длинный, мы встали в пять утра, сейчас девять, и я уже ничего не соображаю. Плюс ко всему, ну, то есть, количество впечатлений сегодня настолько огромное, что, мне кажется, психика, она просто не выдерживает всех тех эмоций, которые сегодня были испытаны. Это просто потрясающе. Мы видели сегодня четверых представителей большой пятерки. Помимо этого, мы сегодня видели, как занимаются сексом львы, мы видели, как гиены едят зебру. Что мы еще сегодня видели? Что мы сегодня только не видели? Ну, то есть, на самом деле, нам настолько повезло, и наше сафари было настолько богато впечатлениями и какими-то интересными инцидентами и животными, что это, ну, просто разрыв сознания. Я, конечно, уверена, что это заслуга нашего гида, у которого реально есть классные водители, классные накатанные места, насмотренность и опыт, но приезжая на сафари, я представляла себе многое, но что это будет настолько круто, и это такой спектр эмоций, ощущений, что я прекрасно понимаю, почему люди влюбляются в Африку, и мне многие говорили, что после путешествия в Африку ты больше не можешь путешествовать ни в любое, ни в какое другое направление, то есть там ни Европа, ни Азия тебя больше не интересует, потому что Африка это что-то с чем-то, и это так реально оно и есть. Мы ложимся спать, и завтра утром встанем тоже пораньше, чтобы, по сути, завтра у нас последний день в саванне, выцепить еще немножко времени, хотя бы пару часиков покататься недалеко от нашего лоджа, и после этого уже мы поедем, полетим на маленьком самолете обратно в Нейроби, и оттуда мы поедем в отель, место, в котором мы ждали 3 месяца, потому что это самый популярный отель сейчас в мире, стоимость которого составляет 2,5 тысячи баксов за одну ночь, чтобы вы понимали. Вообще всю сводку по ценам, явки и пароли я дам в конце влога, поэтому досмотрите его обязательно до конца. Вот. Муж, как твое впечатление? Просто все подчеркиваю и соглашаюсь. Фил не обладает. Мы очень устали, но это просто вот так вот. Спокойной ночи. Доброе утро в Саванне выглядит вот так. На самом деле мы даже не успели снять рассвет, потому что солнышко достаточно высокое, когда мы только открыли локзан, было прямо на линии горизонта, и это было очень красиво. Сегодня последний день в нашем лоджио, и сейчас пойдем позавтракаем и поедем еще на 2 часика, покатаемся и полетим дальше. Очень мне понравилось это местечко. Прям вот упоминайте обязательно и всем советую хотя бы однажды здесь побывать, потому что какая-то атмосфера вообще невероятная. Это одни из самых таких интересных эмоций, которые я испытала, когда еще в первый раз увидела, где мы будем жить, потому что все это выглядит как-то вот, знаете, фантастически. То есть у тебя ощущение, что ты в какой-то, не знаю, сказки про фильмы про Индиану Джонс. Пока идешь на завтрак, в принципе, если честно, небольшие мысли закрадываются, чтобы тебя никто не сожрал по ходу дела. Вот. Смотрите, какой же мутный. В данный момент мы видим с вами животное необыкновенное и индивидуальный, эксклюзивный. Класс. Вот здесь мы будем завтракать. Интересно, необычно, на 150%. Так, здесь у нас яички и рыбка. Красота. Окей, thank you very much. Bye-bye. Не хватило еще одного денечка. Вот еще одного, чтобы просто почилить и в отельчике поваляться. Куда мы едем, Эри-Ми-Мария? Так, Евген сейчас должен сразу прийти. Урываем последние несколько часов, чтобы чуть-чуть посмотреть на животных и потом садимся на самолет, летим в Найроби и из Найроби едем в Жираф Монор. Один зверок из большой бозерки у нас не закрыт. Мы прилетели на взлетный пол, то есть мы взлетаем прямо с середины вот этого национального парка. Вот так выглядит аэропорт. И мой муж вот там писает, как обычно. То есть, ну ничего, естественно, нет, это самолеты прямо вот с середины национального парка взлетают. Так что мы полетели дальше. Hello, Пань, thank you. Welcome. Thank you. Куда мы приехали? Где? Тут уже нас ждет Пумба, и он не убегает, обратите внимание. Короче, мы приехали в Жираф Монор. Посмотрите, стоит какой красивый особнячок. все ребята у нас там копаются, как обычно. Я увидела уже первого ширафа. Видите, какой красивый он. Не боись, любимая. Давай так, чтобы тянула она язык. мы можем потом еще по разочкам? Конечно. Ощущение, конечно, интересное. Ощущение, что тебя лижет шевшавым языком большая кошка гигантская. Вот, но это прикольно. Ой, вот это большое, вот это самец. Во всем заповеднике он один мальчик. И Пумба идет сзади, смотри. Доброе утро. Смотри, какой он мизик смешный. Давай мы далеко, смотри. Дань, 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 смотри. Офигеть. Оооо. После того, как мы покормили жирафа на балконе, мы спускаемся вниз отеля во внутренний двор. Они уже вон стоят для того, чтобы делать знаменитые фотографии. вон стоят во внутренний двор. Какая агрессивная девчонка. Опа. Она Аполлина шугнула, еще и копытом в стену такая, типа, слышь. И теперь после фотографии мы заслужили этот завтрак. Красота. И тут прям хорюшки за окнами. Ну что, мы ждем наш новый самолет. Еще один перелет. И на самом деле путешествие просто супер. Насыщенный. И вот, например, Слава, человек, который не сильно привык к такого рода поездкам. На самом деле, несмотря на огромное количество путешествий, это реально сложно. Потому что ты спишь мало каждый день. Ты куда-то переезжаешь, у тебя самолеты, сумки. И хоть эмоции много и неприятные, но организм, ну, как бы вырубает, да? Вот. Хоть я вот устал, не привык к таким путешествиям, но с чего-то надо начинать. Как тебе жираф Монор, скажи? Очень классное, интересное место. Петажиры приходили к нам на утром. На утром. Да. Короче, место крутое. И хотя бы раз в жизни здесь точно стоит побывать. Но на самом деле, мы думаем, что, возможно, мы сюда даже еще вернемся. Потому что, мне кажется, классная история. Приехать сюда, например, когда будут дети. Но уже такие подросшие, да? Чтобы они понимали, где они находятся. Потому что для детишек, мне кажется, это вообще суперинтересный опыт. Вот. В общем, мы ждем наш багаж. И едем в аэропорт. И летим на побережье уже Кении. Место, которое называется Альфа-Джири Виллас. И там мы будем сегодняшний день и следующие два дня. И вот с этого момента начинается отпуск в том смысле, в котором мы его ждали все это время. То есть мы не будем делать ничего. Мы просто будем находиться в вилле на побережье. Отдыхать, загорать, чилить и ничего не делать. Вот. Ждешь этот момент? Очень. Дорогие друзья, я совершил свой пятый перелет за трое суток. Это мой личный рекорд. Как были ощущения? Фух. Я сейчас, вот сейчас хочется реально прилечь просто, чтобы меня никто не трогал. В том числе моя жена. Который, пойдем туда, пойдем сюда, блядь, пять утра, шесть утра. Будильник. Мест. Итак, мы приехали в трофики практически. Так интересно, что... Ох, я вижу океан! Ох, какой он красивый! Я вижу там океан, кот! Да. Вот там был. Что был Итальянс? Так круто, что настолько разная природа, разный климат. Ощущение, что ты за один отпуск хакнул сразу, как будто бы даже несколько стран, скажи. Да. Вот нас встретила хозяйка этого отеля. И сейчас, видимо, нам покажут наши номера и территорию отеля. В общем, круто! Тут есть разные комнаты, и мы пошли их выбирать. Комната номер один. О, они так близко. Планируем к лицу. Ага. Ванку на месте. Какая маленькая кровать. Вау! Очень красиво. Очень красиво. Круто! Да? Ну, необычное. Можно увидеть вторую? Да? Может, две в туалете есть, по-разному. Мальчик. Мальчик. В таком черном? Сколько комнат у тебя есть? Четыре. В целом хотел? Только четыре? В этой вилле четыре. Но у нас есть три вилла. В компонте. А-а-а! Здесь. Всего на этой вилле... То есть, все это место они называют виллой. И здесь всего четыре комнаты. Он сказал, да? А-а-а! Ну вот она, вилла. Четыре комнатки. Ага, окей. Можете по этажу вообще взять. А, сверху есть? Да. То есть, это домик. Тут всего четыре комнаты. О, это какое-то индийское настроение. Если первая была зебра, то здесь индийское. Ну, короче, то же самое все. Есть еще второй этаж. Можно прийти... Просто от всех. Ой, красиво. Да. То есть, на другой стороне у нас есть еще один дом. Да. И этот дом у нас одинаковый размер. Да, одинаковый размер. Да, одинаковый размер. Да, одинаковый размер. Целые виллы будут проводить много. Из коричневой территории. Да. К вопросу о сегодняшней кухне. Здесь нет меню и ресторана. Как нам сказала Станислава, хозяйка этой виллы, итальянка. И она сама придумывает рецепты. И когда мы приехали на виллу, она сказала, какие у них есть продукты. И так быстренько что-то в своей голове накидала и предложила нам примерный список блюд, которые мы можем отведать. И нам вот приготовили. Мы здесь четвером обедаем. Вкусно. Да. Добралась сил и решимости. И встала в 6 утра, чтобы встретить рассвет и поежить. У нас тут номер даже был коврик. И тут так красиво, ребята. Полинка тоже обещала считать, но я не знаю, проснется ли она или нет. Вот. Не знаю, как я выгляжу. Наверное, не очень, потому что я встала одну секунду назад и решила сразу бежать к солнышку. Вот. Так что у меня здесь йога на берегу океана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в зал. Заниматься непонятно чем, непонятно зачем на этом отдыхе, но мы должны это сделать, потому что это правильно для нашего здоровья. И чтобы был повод продолжать пить алкоголь. Ведь если мы просто пьем алкоголь, мы алкоголики. Если мы вмешиваем в эту схему немного спорта, мы активно образ жизни поддерживаем, правильно? Да, даже возможно, мы уже тогда профессиональные спортсмены. Выглядит пока вроде все солидно. Ну что ж, вот местный зал. Это местный тренер. В принципе, все есть. Начнем коуч. Сегодня мы будем делать как классический мужик, который давно не ходил в зал. Грудь, спину и бицерс. В принципе, оборудование здесь для всего этого достаточно. Поэтому, я думаю, тренировку мы проведем продуктивно. Ребята, короче, мы все переиграли. Сказал, что это достаточно всего места. И оборудования хватает. Поэтому мы решили сделать комплексы. Сделал первый комплекс отжимания и трастеры. Каково ощущения вообще? Спешил адвокату. Прошу какую-то милицейскую помощь показать. Да, я мощно фигачил. Я думал, он, конечно, будет похуже. Я что-то вообще уже прикурил. Так, ну что, мы вышли с тренки. Сказали водителям, чтобы им 40 минут. Ну, тут с вами были час двадцать. Вот это любовь к спорту. Ну, Данила, куда нам? Вот сюда? Да, да. Мне кажется, здесь. Ну, как оно вам вообще? Сейчас чувствуете? Чувство выполнено долго. Да, как будто бы не просто отдых. Да, да. Поехали. Поехали. Спасибо большое. Короче, да. Все получилось нормально. Нормальный, кстати, зал здесь. И что кайф, не жарко было. Вода, полотенце. Даже удивительно. Знаешь, какое ощущение? Как будто мне чьи-то ноги пересадили, и я только-то. Ну, ты молодец. Поработал на Славу. На тебя получается. Да. Теперь нужно выпить. Ну, протеин здесь мы не будем пить. Пицца. В принципе, теперь уже все. Можно все? Йоу. Good morning. Good morning. Даня, вы видите, что проявил? Как-то вообще непонятно. У нас начинается завтрак. Мы решили позавтракать немножко пораньше. Потому что встали мы в шесть, и как-то уже голодно. Сделали с Полиной приветствие солнцу. Вот так вот я стояла и говорю, здорово. Вот. И здесь у нас вот сок из моркови. Там апельсиновый. Здесь у нас свежие фруктики. Красота. Мы нашли нашего, извините, мальдивского. Наша птица. Тут он? Да. Это реально он. Извините. Я смотрю. Вы курортик поменяли? Доброе утро. Птица. Привет. Малочка. Спасибо. Они не пустые. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. На память. Спасибо. 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 Это указатель. Это часы. Это для одежды. световые часы. Это мне вкуп. Пальчики вкуп. Из какой это сферы хотя приблизительно? Бухать. Ооо. Так, смотри. Да. Там уже пошли все. Эксперименты. Это не игра в бутылочку. Бухать. Ну, наверное, типа ставишь так. Этим можно бухать. И нажимайся. Не знаю. Поставить стакан, чтобы она оставила так? Давай обезьянку за что? А что вы не подключаетесь к обезьянке? А мы уже всё, вообще-то решили. Может у нас просто... Типа, что это палка просто. По приколу гвоздь перелинул, да? Так. Для бухла. Это связано с... Ну, как вот так? Бутылочка типа? Кто бухает? Не-не, это был уже вариант. Капан, ребята, это уже самая лёгкая. Я уже подсказку дала самую. Не-не-не. Какая-то могла быть. Открывашка? Ура! Ура! Вот так. Офигеть. Африканская открывашка для бутылки. Круто. Ну что, друзья, у нас финальные минутки нашего отпуска. Мы улетаем домой. Нас ждёт очень тяжёлый и большой достаточно путь. Потому что забрались мы далеко. И лететь домой не очень удобно. Но игра стоила свеч, как говорится. Сейчас мы летим в Найроби. Там мы ждём 6 часов наш самолёт до Дохи. В Дохе мы ждём ещё 9 часов самолёт до Москвы. Сейчас 11 утра. И, соответственно, мы будем в Москве только завтра около 2 часов. Больше 30 часов займёт дорога. Но ничего страшного. Самое главное – это настрой. Мы готовы, в принципе, к длинному путешествию. Вот. Это было супер. Это было супер прекрасно. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Поэтому мы отправляемся в холодную, уже почти зимнюю, в Москву работать. Но, честно говоря, планка этого отпуска была задрана очень высоко. И путешествие было крутым. И мы набираем овороты. Я надеюсь, что с каждой нашей поездкой всё будет круче и круче с точки зрения уровня поездки и сложности маршрута. Экспириенс был крутой. ВОЛНИВИИ ВОЛНИВИИ ПОЛАТРЕЛОСКОТЬ